Все очень хорошо меня слышат. Я очень рад приветствовать. Я смотрю, здесь люди с огромного количества различных стран. Даже не буду их перечислять, потому что я думаю, что вы сами видите флаги этих стран, вы сами видите, какая у нас обширная аудитория, у нас весь мир. И поэтому я думаю, это очень символично. Почему? Потому что интернет позволяет создавать бизнес независимо от того, где человек живет, с чем он занимается, какое у него образование. Потому что интернет дает доступ всем. Смотрите, и человек может жить как в маленьком городке, так в маленьком населенном пункте, так и в огромном мегаполисе. Потому что, зачем я об этом говорю? Потому что когда люди, раньше люди могли продвигать, скажем, бизнес, продвигать особенно бизнес сетевого маркетинга, маркетинги, да, в основном только в больших городах. Там, где были люди, где было движение, где было возможно было создавать презентации, офисы снимать и так далее. А если человек жил в каком-то населенном пункте, типа, там, поселка городского типа, то он не мог там продвигать бизнес. Или он там продвигал, но это все было с большими трудностями. Теперь следующее. Интернет дает возможность нам, скажем, что делать? Интернет дает возможность, вот потому что, смотрите, когда люди снимали какие-то офисы, да, и не всегда презентации проводили, ну, такие хорошие, скажем, спикеры. Вот. А на данный момент здесь в интернете собираются лидеры, собираются такие спикеры, которые могут правильно рассказать о бизнесе, правильно рассказать о товаре, мотивировать и все. Поэтому на данный момент это все очень просто, это гораздо лучше, это гораздо эффективнее. И вот все, что, скажем, сегодня вы услышите, оно будет точно так же эффективно. И все, что вы услышите, оно как раз создано для того, чтобы использовать вот это виртуальное пространство, интернет, для того, чтобы, ну, скажем так, очень легко продвигать бизнес. Почему легко, я говорю, потому что люди, пришедшие в интернет, они, скажем, для них это такое, они сталкиваются с большим количеством технических трудностей, если говорить о каком-то таком продвижении, скажем, бизнеса в интернет с помощью определенных там технологий, да. Поэтому на данный момент наша задача все это свести к очень простому, максимально простым действиям. Вот как раз об этом вы сегодня и услышите. Но все, что вы услышите сегодня и потом, мы делим на две части. Объясню почему. Потому что сегодня я вам расскажу о той системе рекрутирования, о той уникальной системе рекрутирования, которую мы предлагаем, да. А второе, ну, так как мы не можем уложиться просто в это время, а дальше вы в понедельник, в 20.00, вы услышите о совершенно уникальном инструменте, который является, ну, супер важным элементом вот этой системы рекрутирования. Поэтому мы немножко поделим на две части. Тем более, что вот тот инструмент, о котором вы услышите, он на данный момент находится на стадии доработки и лучше вам, знаете, как говорят, лучше вам, наверное, скушать дожаренный кусок мяса, чем полусырой. Правильно? Поэтому я думаю, что в понедельник вы как раз уже увидите. Но сегодня вы уже видите этот инструмент и сегодня в конце вам его покажут. А в понедельник вы уже получите о нем максимально пошаговую, скажем так, информацию, каким образом всем этим пользоваться. Поэтому сегодня я вам расскажу о той системе рекрутирования, о которой мы предлагаем система Carabars Automatic. То есть, смотрите, есть бизнес, есть бизнес и на данный момент, есть бизнес и на данный момент, а бизнес у нас какой? Бизнес у нас Carabars Automatic, да, очень серьезный бизнес, очень класснейший продукт. Об этом продукте вообще ничего не надо рассказывать, доказывать, он сам себя продает, да. Есть система, партнерская программа Carabars Automatic, которая позволяет зарабатывать деньги, находясь в каком-то определенном статусе, да, партнера. Вот. И этот бизнес очень серьезный. Теперь самое главное, что? Когда есть бизнес, а в интернете бизнесов очень много, да, то... Да, бизнес у вас Carabars, конечно, но существует, смотрите, бизнесов в интернете, в принципе, есть, которые серьезные классные бизнесы, но единственная проблема, которая всегда возникает в любом, в любой компании сетевого маркетинга, это проблема номер один. Как и где найти партнеров? Вот, я даже не буду, наверное, доказывать вам, потому что вы все это прекрасно понимаете. То есть, смотрите, что было раньше, когда сетевой маркетинг был на земле, и когда не было интернета, то все сводилось к следующему. Люди ходили, расклеивали объявления, люди писали список из 100 человек, люди работали с теплым рынком, кто свой сжигал теплый рынок или у него не получалось, он переходил на холодный рынок. В холодном рынке делали все, что угодно, раздавали различные раздавашки возле метро или возле каких-то людных мест, дальше проводили какие-то опросы и так далее. И что делали? Тот, кто делал это, скажем, более этично, то это в принципе не было, скажем, как это сейчас называется в интернете, путем спама. А кто делал это не очень этично, то они засоряли, засоряли вот таким образом рынок людей и вызывали негатив в сетевом маркетинге. Почему негатив? Потому что всем подряд предлагали то, что некоторым не хотелось даже об этом слышать. Потому что люди, каждый жил в своем социуме, каждый жил в своей определенной жизнью, и ему, возможно, не нужен был заработок. Человек ходил на работу, его все устраивало, ему не нужен, но ему все равно на него наезжали, ему начинали предлагать бизнес, путем какого-то определенного обмана приглашали на презентации тех же людей, которые хотели найти себе работу. И люди уходили оттуда разочарованы. И это правда, это, скажем так, старая школа MLM, это ее такие негативные стороны. Потом, когда появился интернет, смотрите, и что такое интернет? Интернет – это огромное виртуальное пространство. А сетевой маркетинг, как бы мы ни говорили, это игра больших чисел, то есть это статистика. А статистика, она очень простая. Любая статистика, какую бы мы ни взяли, говорит о том, чем больше людей в единицу времени узнает о вашем бизнесе, тем больше вы заработаете. То есть, если о вашем бизнесе узнает в день один человек, то это одно. Если в вашем бизнесе узнает 100 человек за день, то это другое. То есть, здесь работает статистика. Поэтому, смотрите, если мы говорим о старой традиционной школе сетевого маркетинга, то здесь очень трудно создать статистику. Почему? Потому что, когда вы позвоните, если вы в день будете делать звонки своему теплому рынку, то есть своему окружению из списка 100 человек, то вы можете сделать вот столько-то звонков, не более за один час. Второе. Не факт того, что вы обязательно с людьми поговорите, потому что каждый занят, тот на работе, тот еще, тот еще какие-то проблемы и так далее. Теперь, ваш звонок, он обязательно займет определенное время. А интернет позволяет, что сделать? Интернет позволяет в единицу времени большему количеству людей сообщить о вашем бизнесе. А если вы, например, научитесь давать определенным образом рекламу, то вы в день можете сообщить не 10, не 100 человекам, а, например, там, 500 человекам. И вот здесь начинает работать статистика. И хотите вы или не хотите, вы без интернета сейчас не обойдетесь. Если вы хотите обойтись без интернета, то это гиблое дело. Это могут сделать только единицы, которые прожженные, старые сетевики, которые четко умеют общаться с людьми, которые четко умеют продвигать свой бизнес. Я не хочу никого обидеть, но мы все знаем, что старая школа интернет-маркетинга, вообще, сетевого маркетинга, она теряла по пути примерно процентов 80 людей. А процентов 20 оставалось, а и только из них там 5-10% делало результаты. Поэтому мы хотим, вот не хотим, мы, скажем, знаем, каким образом это изменить. И когда появился, скажем так, интернет, возникла так называемая теория MLM 2.0. И эта теория, она была интересна, она стала интересной. Почему? Потому что появилась возможность правильно использовать интернет. Я почему, скажем так, говорю о слове правильно? Потому что многие люди, они, зайдя в интернет, они что? Они перенесли старые традиции сетевого маркетинга туда. И что начали делать? Спами. Смотрите, люди приходят в социальные сети, люди приходят в скайп. Я это говорю не просто так, я говорю о том, что я вижу, ко мне подписываются, бывает в день даже несколько человек в скайпе. Они меня находят там по определенным интернет-ресурсам и так далее. Они, когда подписываются ко мне, сразу мне сбрасывают информацию в виде такой, можно сказать, простыни, портянки, чего угодно, как угодно назовите. И они сбрасывают там какой-то текст мотивирующий, какой-то призывной текст. И говорят, зайди, пожалуйста, туда-то, зайди на презентацию, посмотри там что-то и так далее. И смотрите, это не работает, это спам. Я же их не просил, они ко мне сами подключились. Но я добрый человек, я подключаю всех, но я не читаю никогда то, что мне рассылают. И многие люди, большинство людей не читает. А еще, если вы попадете на человека, это хорошо, что я, скажем так, готов к информации. А есть люди, которые вообще не понимают, что существует сетевой маркетинг, существует заработок в интернет. И когда им приходят вот такие, они начинают вызывать негатив. Поэтому этого делать ни в коем случае нельзя. Поэтому появление MLM 2.0, оно немножко изменило, скажем так, возможности продвижения. То есть, но, единственное, в чем проблема MLM 2.0, в том, что люди не смогли это полностью продублицировать. Вот так назовем это, да? Смотрите, почему они не смогли продублицировать? Потому что в MLM 2.0 на курсах, которые продаются, на фокус-группах, которые, скажем, организовываются в интернете, они что говорят? Ребята, мы вас там научим продвигать бизнес с помощью интернет. И чему они учат? Они учат тому, чтобы вы создали подписные страницы, создали сайты, создали блоги, создали рассылки. Потом это все через рекламу начали продвигать, научились SEO-продвижению. Второе, когда вы создаете интернет-страницы, подписные страницы, вы должны научиться дизайну и так далее. И смотрите, что происходит. Любой нормальный человек за несколько недель, месяцев и даже лет обучения не может стать специалистом и быть уником. Он не может стать во всем специалистом. Потому что, чтобы стать таким специалистом, нужно как минимум отучиться в университете лет 6. И еще быть к этому приспособленным. Потому что человек не может стать дизайном, если у него руки, извините, так не оттуда выросли. Поэтому, смотрите, поэтому, как показывает практический опыт, примерно 90% людей такой путь по созданию заработка в интернет или продвижению бизнеса сетевого маркетинга – это несбывшаяся мечта. Это уже опыт. Ну, как бы не будем впадать отчаяния, не будем говорить о том, что все так плохо. Почему? Потому что появилась другая система. Потому что появилась автоматизированная маркетинговая система. И все люди, которые здесь эту систему придумывали, создавали и реализовывают для вас – это люди, которые, поверьте мне, это большое количество специалистов, которые прошли и школы сетевого маркетинга, это люди, которые прошли интернет-бизнес, интернет-маркетинг, это люди, которые дизайнеры, это люди, которые умеют писать, это копирайтеры и так далее. Здесь собрано большое количество специалистов, профессионалов. Для чего? Потому что мы говорим, не может один человек реализовать профессионально систему продажи. А система продажи должна быть сделана профессионально, здесь должны учитываться все моменты. И поэтому здесь собрана как раз большая группа людей, специалистов. И когда каждый в своей области является специалистом, он выпускает качественный продукт, качественный товар. Смотрите, качественным продуктом в Caratbars является золото. Качественным продуктом для продвижения бизнеса Caratbars является автоматизированная маркетинговая система. И ее создают профессионалы. Поэтому, смотрите, самая главная цель этой системы, что сделать? Сделать, чтобы она легко дублицировалась. Как говорил один большой сетевик, он говорил, что дубликация – это тогда, когда большое количество людей повторяет одни и те же простые действия. Я когда был в компании сетевого маркетинга, я все равно не понимал, а каким образом можно дублицировать то, что предлагают лидеры. Я сам лично очень хотел заработать деньги. Поэтому что я сделал? Я приходил в кафе утром и уходил вечером. И я проводил по 10-15 минут разговоры с людьми, которые я приводил каким-то образом через рекламу. В принципе, в основном этих людей приводили по рекламе, они искали работу, а мы их приводили. И я им продавал презентацию. То есть я им не продавал бизнес, я им продавал презентацию. И люди приходили на презентацию. И представьте, я в день проводил от 5 до 15 встреч. Это очень сложно. И у меня в бизнес подключалось от 50, у меня была такая статистика, что из 50-150 человек подключался один человек в бизнес. И поверьте мне, что люди другие, которые приходили в бизнес, они не могли меня повторить. Они не могли столько сидеть и не могли так красиво говорить. Поэтому наша задача была создать такую систему дубликации, которую могут повторить любой человек. Для меня эталоном повторения является бабушка, 70 лет или дедушка. Который вот пришел в интернет, который научился включать компьютер, который знает, как в браузер зайти и попасть в какую-то систему. Все. Вот эта система примерно таким образом создана. Поэтому смотрите, чтобы эта система легко дублицировалась и чтобы эта система была профессиональной системой продажи в интернете, продвижения бизнеса Caratbars в интернете, она сделана очень простым образом. Все сложнейшие элементы системы сделаны специалистами. То есть подписные страницы сделаны, сделаны рассылки, проводятся вебинары профессионалами, не просто людьми, которые только что-то научились, как раньше происходило. И так далее. Вот смотрите, сегодня у нас находится 179 человек. Как вы думаете, а почему вы здесь столько-то такое количество? А потому что вы начали получать профессионально написанные письма. И они очень классные, они мотивирующие. Они точно так же будут мотивировать всех людей, которых вы будете приглашать в бизнес. Потому что их пишут профессионалы. Это очень важно, потому что когда в обучающих курсах пишут, пишите рассылки, привлекайте людей, ну не могут люди все писать рассылки. Они не могут быть хорошими копирайтерами. Человек не может быть журналистом и писать красивые статьи, правильно? Поэтому этому надо учиться много лет. А вот здесь есть специалисты. И вот теперь я сейчас вам в двух словах расскажу, как практически работает вот эта маркетинговая система. То есть кто-то слышал, кто-то не слышал, но здесь людей очень много сейчас появилось. Поэтому я вам очень быстро расскажу. Смотрите. Для того, чтобы продать что-то в интернете, нужно, чтобы... Нельзя в интернете продать все очень просто и легко. Так, у меня пропал чат. Пожалуйста, поставьте десяточки. Слышите ли вы меня? Все, отлично. Смотрите, нельзя в интернете продать всю слету. Поэтому в интернете, чтобы что-то продать, нужно организовать воронку продаж. Смотрите, когда у вас есть просто магазин, то человек, зайдя в магазин, он видит ваш товар, он может проконсультироваться с продавцом и купить этот товар. Он может его пощупать и так далее. Интернет – это виртуальное пространство, в котором есть особая специфика продаж. Теперь следующее. В интернете, скажем, ну, нельзя вот так вот взять человека и сразу... Потому что, смотрите, все люди, которые в интернете попадают куда-то на ваши... Вот если вы нашли какого-то человека в интернете и дали ему ссылку, чтобы он попал на презентацию, поверьте мне, это, ну, выхлоп из этого не самый хороший, скажем так. Почему? Потому что если вы выйдете на улицу, возьмете пачку долларов, там, 20-ти долларами бумажками и начнете их раздавать, да, то у вас не все люди их возьмут. Представьте, вы раздаете деньги, а у вас их не берут. А теперь вы приходите в интернете к человеку и говорите, слушай, дай мне, пожалуйста, 600, там, 900 долларов, 800 долларов, 100 евро, и купи у меня возможность заработка. Поверьте мне, люди сразу, ну, как бы на это не откликнутся. Поэтому для этого создают воронку продаж в интернете. Для чего? Для того, чтобы человека заинтересовать сначала, предложить ему что-то бесплатное, возможно, чтобы он куда-то попал. Потом он должен пройти определенные фильтры, чтобы ему не сразу сунулись, скажем, ребята, вот вам классный бизнес. Нет, он должен пройти какую-то такую систему отбора, и только в конце, когда он пройдет вот эту воронку продаж, он может, уже будет готов к тому, чтобы выслушать ваше коммерческое предложение. Вот это очень важно, вот это вы все должны понимать. Если вы этого не поймете, то бизнес будет строиться медленнее, он будет обязательно строиться, он будет строиться намного медленнее. Поэтому что воронка продаж делает? Смотрите, она сначала находит каких-то ваших потенциальных партнеров и посетителей, я потом позже расскажу. Вот, да? Потом этих посетителей превращает в покупателей и партнеров, а потом их превращает в постоянных клиентов и в вип-партнеров. Вот это задача воронки продаж. То есть человек должен пошагово, пошагово, пошагово приходить в бизнес. Почему? Потому что вы для него абсолютно незнакомые. Бизнес Карат Барс для него абсолютно незнакомый. И он должен потихоньку с этим ознакомиться и понять сущность. И каким образом это делается, я вам сейчас расскажу. Смотрите, для того, чтобы человек, ваши потенциальные посетители попали в эту воронку продаж, для этого у вас созданы подписные страницы в Карат Барсе. Шикарные подписные страницы, сделанные профессионалами, с определенными завлекающими текстами, с разбивкой людей по целевым аудиториям. Почему я говорю по целевым аудиториям? Потому что в интернете уже надо людей разбивать, им нужно давать более ту информацию, которую этот человек требует. Вот простой пример. Вот страница. Срочно нужны деньги на старт в бизнесе. Смотрите, вот эта страница предназначена для людей, которые являются какой целевой аудитории? А которые ищут, как начать бизнес, как создать свое дело, как начать бизнес с нуля, как начать бизнес с малыми вложениями, как начать бизнес без вложений. Смотрите, вот есть такое огромное количество людей, которые в интернете это ищут. В интернете есть такие ключевые запросы. И вот нужно определенным образом таких людей найти, а мы на школе рассказываем, как это сделать, и просто привести на вот эту страницу. А если человек ищет сетевую компанию, его нужно привести на другую страницу. А если человек ищет еще что-то, его нужно привести на третью страницу. Поэтому нужно большое количество страниц, разбитые по определенным ключевым аудиториям. И у нас все это есть, не у нас, а у вас. Смотрите, вот группа заработок в интернете, которую люди ищут. Вот люди ищут, это определенная мотивация. Мы вот здесь завлекаем людей подписаться на эту страницу путем того, что вы, помните, я говорил когда-то, что нужно что-то человеку дать бесплатное. Вот он может поучаствовать в бесплатном розыгрыше золотого слитка настоящего и так далее. Теперь смотрите, это же воронка продаж. Итак, люди пришли на вашу подписную страницу, на которую вы определенным образом привели туда людей. Каким образом, я вам позже расскажу. Потом человек, подписавшись, попадает в систему Carabars Automatic. И в этой системе ему говорят, слушай, ты, пожалуйста, заполни свои данные и попади на календарь событий на шаг номер один. На тот вебинар, который называется «Как создать золотой бизнес с помощью интернет». И смотрите, человек идет дальше по пошаговой системе. Смотрите, идет человек по пошаговой системе. И дальше он попадает на вебинар номер один, на вебинар номер два. И если он… Смотрите, на вебинаре номер один, почему я говорю, что в интернете нельзя сразу создать бизнес, нельзя сразу человеку предложить бизнес, нельзя сразу на него вывалить массу информации. Почему? Потому что человек сначала воспринимает процентов 10 информации. Второе. Если на него вываливать кучу цифр, то он непонятно, что запомнит. И даже профессиональный спикер, он не сможет его… Когда он ему выдает большое количество цифр, он не всегда сможет ему выдать ту информацию, которая его замотивирует. Потому что в бизнес в основном, особенно в сетевом маркетинге, в традиционном, на оффлайне, на земле, да, люди вступали на эмоции. Потому что презентации проводились таким образом, что люди вступали на эмоции. Им показывали образцы, примеры людей, которые уже зарабатывают. Этих людей выводили очень часто. И показывали, смотрите, вот этот Вася заработал столько-то, вот этот Вася был грузчиком, а теперь он тут уже полумиллионер и так далее. Поэтому здесь точно так же. Поэтому шаг номер один – показать человеку идею. Идею. И показать ее очень быстро, за полчаса. Во-первых, вы не потратите свое время, люди не потратят свое время, и они пройдут определенный фильтр отбора. Поэтому за полчаса человеку показывают. Смотрите, у нас есть идеальный продукт, который не нужно продавать – это золото. Второе. У нас есть суперклассная партнерская программа, потому что золото человек не имеет права продавать, и поэтому вы имеете право его только рекомендовать и рекламировать. И третье. У вас есть система продвижения. Вот все, что нужно показать. И вы можете заработать очень большие деньги. Вам это интересно? Интересно. Приходите на шаг номер два. Все. И тогда человек туда приходит. Вот это очень важно. Вот таким образом работает воронка продаж. А на что? На подписные страницы не все подписываются, значит, ушли те, кому не нужно. На школу номер один попало количество людей, им что-то не понравилось, они ушли. На следующую презентацию попали люди, и вот эти люди уже готовы ближе к бизнесу. И этим людям намного легче воспринимать информацию уже ту, о которой говорят с цифрами. Объясню почему. Потому что когда люди попадают на вторую презентацию, они в принципе начинают слушать одно и то же. Потому что они опять слышат о золоте, они опять слышат о том, что есть возможность зарабатывать денег, что существует такая партнерская программа, да, многоуровневого маркетинга. Они это уже слышат, пропускают, и они уже больше начинают вникать в цифры. А теперь сколько же я могу заработать, и сколько я должен для этого вложить, и что должен я это сделать. И вот это делает школа номер два. Вот это очень важно. Вот так работает воронка продаж. Но теперь смотрите, и теперь я вам расскажу фишку, почему моя задача показать вам систему рекрутирования. Вот если мы говорим о старой школе, и вообще, и в интернете, и не в интернете, то любой человек, которого вы пригласили на презентацию, путем дачи ему ссылки на эту презентацию, он пришел, он может пойти на презентацию, а может вообще не пойти на ней. Правильно? Вы представьте, вы потратили на него деньги, время, вы просидели в скайпе, вы просидели в социальных сетях, вы позвонили где-то по телефону, вы рассказали, что слушай, приходи, пожалуйста, она будет такая классная, там расскажут о таком бизнесе, о таком серьезном заработке, и все. И человек сказал, да, 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 он лишь бы отмазался от вас. И он не пошел туда, да. Теперь второе. А есть люди, которые пришли. Люди, которые пришли, попали туда, и что? А дальше они послушали, и много причин, почему они не вступили в бизнес. Кто-то кому-то понравилось, но у него нет денег, кому-то понравилось, но он думает, а кому-то не понравилось. Не до конца, скажем, понравилось, да. Но эти люди, если они подписались на подписную страницу, если они пришли в бизнес, вы их пригласили не через ссылку на презентацию, а через ссылку на подписную страницу, то человек не потеряется. Почему? Потому что, когда он там зарегистрировался, он дальше начинает получать профессиональную рассылку. И ту рассылку, которую вы сегодня получали. Вот поставьте мне пятерочки. Вам понравилась рассылка, она вас пригласила сюда. Вот сегодня 192 человека уже. Она вас промотивировала. Видите, даже восклицательные знаки, не то, что пятерочки. Так вот, такие рассылки будут получать все потенциальные ваши партнеры, но они будут получать только от тех людей, которые в карабар с автоматикой будут владеть профессиональной версией. Потому что тогда не будет людей. Ну, потому что смысл. Вы поймите, что люди, которые пишут рассылки, они работают на вас. И, как бы, теперь смотрите, пошли дальше. И вот таким образом получается, смотрите, попали в автоматик, попали на школы. Если они не попали на школу, их все равно мотивирует рассылка. И все равно в конечном результате какая-то часть людей монетизируется, то есть станет партнерами вашими в карабар с автоматикой. А теперь, смотрите, я вам в двух словах расскажу, о каким же образом пользоваться самим партнерами этой системы. Потому что я вам рассказал, каким образом люди попадают в эту систему и становятся партнерами. А теперь я вам расскажу, как пользоваться самим партнером. Смотрите, сами партнеры что делают? Став обладателем профессиональной версии карабар с автоматикой, они получают вот эти профессиональные подписные страницы. Эти подписные страницы являются теми ключками, которые вылавливают людей из интернета. Эти подписные страницы путем дизайна, путем захватывающих рекламных текстов, они приглашают людей. Если вы просто сбросите ему сухую ссылку на презентацию, я думаю, что это хуже, чем вы ему сбросите красивую подписную страницу. Вы понимаете меня? Поэтому лучше приглашать через подписные страницы. Но теперь возникает единственная проблема, то, что я всегда говорил. В сетевом маркетинге это проблема номер один. Где найти клиентов и партнеров? По-умному в интернете это называется «Как создать трафик». Звук, я думаю, есть, потому что у меня все работает. Пожалуйста, нажмите F5 и перезагрузитесь просто. И выйдите из комнаты, перезагрузитесь. У всех остальных звук есть? Поставьте десятки, если звук есть или нет. Кто меня слышит, поставьте десяточки. Все, отлично. Смотрите. И так мы уже, так как мы все-таки более-менее начинаем интегрироваться в интернет, поэтому мы начинаем говорить уже более профессиональными словами. Мы говорим «А» это привести потенциальных клиентов и партнеров на вашей подписной странице или профессионально мы говорим «Создать трафик». Это короче, скажем, звучит, да? А трафик, это помните, я в самом начале говорил, что это статистика, а статистика – это деньги. То есть трафик – это деньги. Если вы привели на подписную страницу два человека за месяц – это ваша статистика. Если вы привели туда 200 человек – это другая статистика. И это другие деньги. Поэтому, смотрите, так как мы говорим все время о системе дубликации, дубликации, да, поэтому я не буду вам говорить о других возможностях создания трафика, потому что вы эти возможности найдете в профессиональной версии Carabart Automatic. Вы там найдете, как можно с помощью социальных сетей, как можно с помощью YouTube и так далее, и так далее. Я вам сейчас расскажу о той системе дубликации, о той системе, мы говорили, легко дублицируемого рекрутинга, который сможет сделать абсолютно людей, любой человек. И для меня всегда эталоном это бабушка, которой 70 лет, или дедушка, да? Так вот, смотрите, у нас есть все. У нас есть уже как бы продукт, у нас есть сама система продажи этого продукта, и у нас есть система продвижения. И вот эта система продвижения конечным, ну, самым главным ее результатом это что? Это приведение партнеров, трафика. Так вот, мы для этого сделали генератор потенциальных партнеров. Команда Carabart Automatic создала вот этот уникальный инструмент. Этого уникального инструмента нет в интернете, его просто нет. Я не буду сегодня о нем рассказывать, мы сегодня его покажем, так как я говорил, да, А более плотно, потому что, смотрите, уже прошло времени, да, больше получаса, и как бы я... Поэтому, ну, все люди воспринимают информацию, когда она звучит там не больше 40 минут. Ну, и тем более я говорил, что на данный момент он максимально дорабатывается, и вы в понедельник в 20.00 получите информацию об этом генераторе трафика, да. Поэтому, смотрите, значит, сегодня вы увидите, как он выглядит сегодня от нашего технического директора, а всю основную информацию вы получите в понедельник. Но я говорю сразу, вот этот генератор потенциальных партнеров, он как раз позволяет создавать легко дублицированную систему. То есть о самой системе мы говорим, что она готова, она полностью готова, она, все элементы этой системы воронки продаж, они созданы уже, остается только что пригласить людей. Все. И вот этот... Поэтому легко создается дубликация. Очень легко создается дубликация. И еще раз повторюсь, дубликация – это когда большое количество людей легко повторяют одни и те же простые действия. Если мы сейчас вас всех, скажем, давайте вы будете, мы вас научим делать контекстную рекламу, мы вам научим делать платную рекламу в социальных сетях, мы вас научим делать баннерную рекламу, то поверьте мне, что 80% людей из вас не смогут это повторить. Поэтому мы создали такой инструмент, на работе которого смогут это повторить. Итак, что у вас есть? Смотрите, для заработка с помощью интернет, с помощью современных интернет-технологий у вас есть все. У вас есть крутой бизнес, крутой продукт вашего бизнеса – Caratbars. Это золото. Понятно, да? Продукт, который знают все и который продает сам себя. Теперь очень важно, что золото не имеет права никто продавать из определенных лицензий во многих странах. Поэтому у вас есть бизнес-проект с многоуровневой партнерской программой, которая позволяет не только продавать этот продукт, но еще и создавать, скажем, сеть бизнес-партнеров. Партнерскую сеть, да? И последнее, то, что мы вам говорим, то, что мы вас… Это автоматизированная маркетинговая система. То есть не все понимают ее еще смысл, но я еще вот позже немножко вам объясню полный смысл этой системы. Я вам ее объяснил, но я вам как бы уже так подытожу это. Поэтому, смотрите, вот все, что у вас есть – это бизнес-подключ. Смотрите, полностью бизнес-подключ настроенный под вас. И теперь я вам скажу, зачем вам все-таки нужен Caratbars.automatic? Потому что очень многие люди задают эти вопросы, и поэтому вот вся вот эта система рекрутирования, она построена на Caratbars.automatic. Без нее вы не сможете делать это. Поэтому я вам сейчас подытожу, что это такое. Смотрите, получив Caratbars.automatic, скажем, профессиональную версию, за обслуживание которой нужно заплатить 22 доллара, да? А за обслуживание нужно платить по-любому, потому что все люди, которые на вас, они должны получать зарплату. Поэтому вы получаете, смотрите, профессиональную, готовую подключить систему продвижения бизнеса. Именно бизнеса компании Caratbars, да? Это система не только продвижения, но это система еще и обучения, потому что в этой системе есть различные обучающие тренинги. Здесь есть обучающие тренинги для продвинутых, которые могут создать трафик уже более продвинутыми способами, да? Теперь следующее. Здесь есть аккаунт с полной начинкой. Смотрите, все люди, которые приходят, потенциальные клиенты в ваш бизнес, вы можете увидеть, а сколько их пришло, когда они пришли, а какие вам оставили скайп, телефон и так далее. Смотрите, эти люди вам оставили, и они не пропали, потому что когда вы в интернете найдете какого-то человека, и через скайп его туда приведете, он вам не всегда оставит какие-то данные, вы, может, не всегда в следующий раз с ним свяжетесь. Потому что, например, если вы человека найдете в социальной сети, то там вы не всегда будете иметь его скайп. А здесь человек оставляет свой скайп и оставляет свой email адрес. Поэтому в этом аккаунте вы это все видите. Вот этот аккаунт, он является еще определенной мотивационной составляющей. Я объясню, почему. Потому что когда человек попадает на главную страницу, где есть календарь событий, то слева есть такой блок, в котором написано, что в такое-то время зарегистрировался в эту систему такой-то человек. В такое-то время зарегистрировался. И люди видят эти регистрации и понимают, что они не одни, и понимают, что людям это интересно. И это их очень мотивирует, поверьте мне. Потом есть система пошаговых презентаций из школ, то, о чем мы говорим, ввода человека в бизнес, воронка продаж. И последнее, это вот генератор привлечения партнеров, о котором вы сегодня узнаете, вам покажут, что это такое, а максимальную информацию вы получите в понедельник в 20.00. Поэтому, смотрите, дальше, то, что я говорил, приглашение осуществляется в бизнес с помощью красивых дизайнерских подписных страниц, с привлекающими профессиональными рекламными текстами, а не просто с бросанием голой ссылки на презентацию. То есть, ну, вы же понимаете, что когда вы с человеком поговорили, и все имеют различную, скажем так, способность, мотивации и ведение разговоров, то они не всегда могут дожать человека, он иногда даже согласится, ну, ладно, сбрось мне ссылку, я посмотрю эту презентацию. Вы ему сбросите голую ссылку, он ее нажмет, попадет на страничку, где там замелькает 90-100%, потом он должен ввести свое имя и так далее, он попадет на презентацию, а до презентации еще будет полчаса или там сколько-то, и он там будет слушать и слушать. А смотрите, а если вы ему сбросите подписную страницу, с определенным захватывающим текстом рекламным, то поверьте мне, она может по нему по-другому сыграть. Ничего себе, смотрите, как тут все профессионально, как тут классно, да? Ну и последнее, то, о чем я вам говорил. Человек, который подписался на подписной странице, а не просто попал по ссылке на презентацию, он уже удерживается в системе, и он проходит дальнейшую систему мотивации. Смотрите, люди, приглашенные, но не попавшие на презентацию, да? Люди, попавшие на презентацию, но не вступившие в бизнес. Дальше, люди, вступившие в бизнес, но инертные. И, ну, разные причины. Человек, как бы там, ну, нет у него мотивации, что-то ему недопонравилось до конца, и он, как бы, может, не полностью поверил в этот бизнес. А когда ему начинают приходить хорошие мотивирующие письма, когда начинают ему приходить письма с определенными результатами людей, с определенными историями людей, которые зарабатывают, а мы эти истории обязательно будем включать в рассылки, то это начинает человека мотивировать. Когда его приглашают на какие-то хорошие классные школы по продвижению бизнеса, которые происходят сегодня, и так далее, люди начинают подниматься, людей начинают... И это делаете не вы, это не делает, это делает система за вас. Поэтому, если вы не обладаете такой системой, то вы ничего этого не получаете. Вот и все. Поэтому, буду на этом заканчивать. Я еще раз повторюсь, что вы получили полностью готовую систему под ключ. И эта готовая система под ключ не является только получением продукта и многоуровневой партнерской программы Carabars Automatik. А самое главное сейчас в современном мире, в современном интернете, наличие интернета, это обязательно нужно иметь современную систему продвижения бизнеса. Если вы ее не имеете, вы большая часть... Если вы умеете продвигать, да, я не отрицаю, есть такие люди, но вы думаете всегда за своих партнеров. А за своих партнеров вы думаете только тогда, когда вы сможете создать систему дубликации. Смотрите, очень часто люди, приглашающие в бизнес, почему не любят работать с теплым рынком? Потому что люди, не работающие, не любят работать с теплым рынком, потому что они не до конца верят в свой бизнес. Потому что они боятся, что я завтра пойду и расскажу своей сестре или своего брату, а он завтра вступит в бизнес, заплатит деньги и не сможет его продвигать и потеряет эти деньги, я не буду ему рассказывать. Поэтому, а если вы понимаете, что этот брат, эта сестра, эти ваши родственники или эти ваши знакомые получат это, получат готовую систему и путем какого-то легкого продвижения работы с помощью нашего инструмента, который мы вам потом покажем, смогут легко продвигать бизнес, тогда вы пойдете и будете себя бить в грудь и кричать, ребята, приходите в бизнес, это круто, и вы сможете легко его продвинуть, точно так же, как и я. Вот я к чему говорю, вас это будет самих мотивировать. Я на этом заканчиваю и приглашаю к микрофону Александра Фризе, он живет в США, очень серьезный специалист интернет-маркетинга, это наш такой технический бог, и он вам сейчас покажет просто, каким образом выглядит вот этот, скажем, генератор продвижения бизнеса, и он вам просто там в течение нескольких минут его покажет, и, скажем, мы вас ждем в понедельник, 20.00, где мы вам уже полностью расскажем все секреты, все уникальные секреты этого скрипта. Я вам скажу, этот скрипт уникальный, и его стоимость в интернете оценивается там больше 15 тысяч долларов, поэтому на данный момент он будет востребован, а самое главное, то, что он будет востребован, это одно, а самое главное, что он создаст для вас очень легкую систему дублицирования, и он вас и ваших партнеров сделает богатыми там через месяц, кого через полмесяца, а кого-то через два месяца. Все, Саш, тебе слово.